26 июня 1884 года Действительный статский советник Карл Вебер Прибыл в Сеул для подписания первого соглашения между Россией и Кореей. В порт Чимульпо его доставил Корвет Скобелев. В своих записках Вебер отметил «Благодаря счастливому географическому положению Кореи в центре между Приморской областью, Китаем и Японией ей суждено в будущем играть важную роль в истории Востока. Мы, более других государств, заинтересованы в будущем направлении ее политики». Менее чем через год, в апреле 1885 года, он был назначен руководителем российской миссии в Сеуле. Инструкция Веберу начиналась со слов «Государю-императору благоугодно было возложить на вас обязанности поверенного в делах и генерального консула нашего в Корее, где мы до сих пор не имели вовсе представителя». По прибытии в Сеул в ходе переговоров с корейскими лидерами Вебер отметил приятную и симпатичную личность – короля Каджона. По инициативе Вебера в Сеуле началось строительство просторного здания русской миссии, но никому тогда и в голову не приходило, какую роль в недалеком будущем предстоит сыграть этому зданию. Вебер – политик и дипломат. При этом он живо интересуется историей, языком, традициями корейцев. В одной из заметок он отмечает – табак в Корее стали разводить лишь с конца XIX века, но его употребление в стране распространилось настолько, что ныне кореец и его трубка – два понятия вполне неразделяемые. Без трубки он никуда не выходит. Договор о рыболовстве между Японией и Кореей он сопровождает комментарием. Одни японцы извлекут из него пользу. Корейцы же у себя дома мало занимаются рыболовством, и при том плохие мореплаватели, так что навряд ли рискнут отправиться на своих дренных ладьях к японским берегам. В дипломатической переписке он с беспокойством и теплом отзывается о наивности корейцев. По своим политическим взглядам, корейцы не более как дети. Веками угнетенные соседями, они не доверяют собственным силам и сомневаются в возможности существования беспосторонней помощи. Поэтому имеется здесь и русская партия, и японская, китайская, американская и другие. Только одной нет – чисто корейской. Стараниями Вебера в сентябре 1888 года состоялся визит в Сеул члена российской императорской семьи великого князя Александра Михайловича. Из донесения Вебера «Когда мы вошли в аудиенц-залу, король сделал несколько шагов нам навстречу и, поклонившись всем, поздоровался с великим князем, сердечно пожав ему руку. Король нарушил этим освященные веками обычаи и на деле доказал присутствующим на аудиенции сановникам и через них всему народу равноправность с ним чужестранца». В Корее визиту великого князя Александра Михайловича придавали огромное значение, ибо он положил начало прямому контакту Каджона с царствующей династией России. Сторонников сближения с Россией в Корее было немало, и они составляли окружение королевы Мин. В ночь на 26 сентября 1895 года произошло вооруженное нападение на дворец короля и убийство его жены, королевы Мин. По свидетельству короля, на его глазах японцы ворвались во внутренние покои дворца с обнаженными саблями и схватили королеву. Сын Каджона добавляет, «Японцы ворвались в комнату, где находились королева и дамы. Министр двора бросился им навстречу, стал между ними и королевою и поднял руки, прося пощады. В ту же минуту ударами сабли ему отрубили обе руки, и он упал, истекая кровью». Японцы бросились к женщинам, крича, «Где королева?» Все фройлины отвечали, что королевы здесь нет. В это время королева побежала по коридору. За нею один из японцев, который схватил ее, бросил на пол, вскочил ей на грудь и, три раза придавив ногами, убил. Старшая из фройлин закрыла королеве лицо платком, и через некоторое время японцы ее унесли в находящуюся вблизи рощу. Более фройлина ничего не могла видеть, но один из дворцовых служителей говорил ей, что видел, как японцы затем сожгли королеву. Позднее заговорщики настойчиво принуждали Каджона подписать указ о лишении имен титула королевы. К чести короля, находившегося, по сути, в плену убийц его жены, он отказался подписать заготовленный указ, заявив, что пусть ему отрубят пальцы, но он этого не сделает. После устранения королевы начались преследования ее сторонников. По сообщению Вебера, многие корейцы разбежались и семьи их поспешили покинуть столицу. 21 января 1896 года король Каджон передал в русскую миссию секретную депешу. «С сентября месяца меня неотступно окружает шайка изменников. Я намерен бежать от ожидающей меня опасности, искать защиты в русской миссии». На охрану миссии был вызван морской десант с пушкой. 30 января в 7.30 утра во двор миссии внесли пару закрытых женских носилок, в которых сидели переодитые в женское платье король и его старший сын. По воспоминаниям сотрудников русской миссии, король занимал в ней две большие комнаты. В одной он располагался сам, в другой находился Государственный совет Кореи. А по углам за ширмами помещались министерства, вернее, походные канцелярии министерств. Дом и двор миссии были наполнены придворными, евнухами, гаремными дамами. В записке о Корее Выбор вспоминал, «Нисколько не посягая на авторитет и свободную волю слабохарактерного, но в душе доброго и благонамеренного короля, я старался в своих вечерних беседах с ним, продолжавшихся почти ежедневно до поздней ночи, убеждать его в целесообразности тех или других мероприятий». Эти беседы отозвались в реформах Каджона. По образцу Российского государственного совета был учрежден Государственный совет Кореи. По подобию России Корея была разделена на провинции, округа и уезды. Больше года Каджон правил Кореей из русской миссии. Слухи о замене на посту поверенного в делах в Корее Выбора другим дипломатам стали появляться летом 1895 года. Каджон был искренне огорчен известием об отзыве Выбора из Сеула. «Мне жаль, что уезжает господин Вебер, который мне лучший друг. Я жил в русской миссии, и он меня охранял. Мне тогда было хорошо. Корея всегда с Россией, но тяжело расставаться с господином Вебером». Вскоре после отъезда Вебера осенью 1897 года Каджон принял титул императора. В октябре 1902 года исполнялось 40 лет его восшествия на престол, и русское правительство направило Выбора в Корею для поздравления и награждения императора Каджона орденом святого апостола Андрея Первозванного с бриллиантовыми украшениями. Из-за интриг Каджона и Выбору так и не удалось переговорить с глазу на глаз. Из-за эпидемии холеры и оспы торжества были перенесены. Вскоре грянула русско-японская война, и привезенный Вебером орден Андрея Первозванного остался лежать в русской миссии, пока в 1906 году не вернулся в Россию. 7 ноября 1905 года Япония установила протекторат над Кореей, а в 1910 году аннексировала ее. После отъезда из Сеула Карл Выбор вернулся в Петербург, где проживал по адресу Васильевский остров, 3-я линия, дом 20. Он, как и раньше, много занимался картографией, писал труды, в том числе о Корее. Коллекцию вещей, подаренных ему королем и королевой, он передал в кунсткамеру. Последние свои дни он провел неподалеку от Дрездена на вилле под названием Корея. Умер Вебер 8 января 1910 года, незадолго до потери Кореи независимости. По возвращении из Кореи Вебер внес изменения в родовой дворянский герб. Вверху его появилась эмблема иньян, главный элемент корейского национального флага. Вверху его появилась эмблема иньян, главный элемент корейского национального флага. Продолжение следует...